Погорельцы дома по улице Ирчи Казака 18 встретились сегодня с представителями правительства. В конце лета в их доме произошел пожар и уже третий месяц люди в отчаянии просят провести капитальный ремонт и установить кровлю. До сих пор чиновники отвечали лишь многочисленными отписками. Ума Ибрагимова увидела в каком состоянии находится квартира. Когда дождь идет, вот отсюда капает вода, отсюда капает, здесь обои вырвались. Гамзат Умаханов уже отчаялся писать заявление и требовать ремонта в своей квартире. В семье двое детей. Домочадцы уже устали чистить стены. Терпеливо ждут, пока плесень и сырость наконец покинут их квартиру. Ну, два дня раз надо полностью вычищать, потому что за два дня плесень, она вырастает. Она еще, говорят, летает, что мы детей отправили, например, в село. Сегодня в школу, но детей нет, потому что из-за плесени у нас девочка болеет. Среди погорельцев есть и семьи, которые ютятся в однокомнатной квартире. Амина Мерзегасанова в их числе. Детей пытается не подпускать к стенам. После дождей обои начинают отклеиваться. Переехать некуда. Сразу отошли обои. Я даже дела их сняла уже. Думаю, что их вот так, чтобы они висели, оставлять что ли. Аналогичная ситуация во всех квартирах. Пятые этажи так вообще непригодные для жилья. Подъезды пропитаны неприятным запахом сырости. Жители дома по очереди делают все, что от них зависит. Наводят чистоту. Желтые стены и сырость – это еще не самое страшное. После дождей стены становятся абсолютно мокрыми. Для того, чтобы не затопить соседей, жители ставят на полу такие тряпки. Что будет после ливневых дождей, они даже представить боятся. Для безопасного и безвредного проживания дому необходима новая кровля. По словам богорельцев, некоторым из них строительные компании предлагали мансардный этаж. Но на мансарду дом не рассчитан, ведь зданию более 50 лет. Так как наш дом уже, как говорится, можно сказать, в земле, ему уже полвека, он не выдержит вот этой всякой нагрузки. Вот этот фундамент, все это уже стены, как говорится, уже в доме треснутые, подъезды уже никакие. Это так, что эта нагрузка на дом не выдержала. Поэтому мы хотели, чтобы и добивались, чтобы все-таки нам сделали крышу, восстановили кровлю. Погорельцы настояли на встрече с представителями правительства. После пожара прошло более двух месяцев. Чиновники, наконец, откликнулись. Обещают провести ремонт и уложить кровлю. Поменяем, сделаем новую кровлю, сделаем ремонт фасада. И решено сегодня протоколом, я думаю, что это будет обозначено, результаты сегодняшнего собрания. Вышли практически все собственники данного дома. Будет также ремонт, шикарный, хороший, нормальный ремонт подъезда. То есть от пожара постараемся, чтобы и следа не оставили. Напомним, пожар произошел в августе этого года. Крыша дома полностью сгорела.